Аварийность на дорогах Западно-Казахстанской области увеличилась в последнее время. Полицейские связывают это с появлением на оживленных трассах водителей, мопедов и скутеров. Чаще всего аварии совершают несовершеннолетние, у которых нет ни водительских прав, ни опыта управления транспортом. С начала года в регионе зарегистрировали уже 9 таких дорожно-транспортных происшествий. Петр Чуриков водитель со стажем. Три года назад решился купить мопед. Говорит, по сравнению с автомобилем, практично и экономично. Ездят на двухколесном транспорте по правилам. Беспокоят уральца юные гонщики на дорогах. Если взять до 14 лет, очень много детей ездит. Они не только ездят на мопедах, ездят также на электроскутерах и так далее. Они едут посередине дороги, веселятся по двое, по трое, гурьбой. Это опасно. Да, раньше, не спорю, все мы были маленькие, но мы ездили тогда, такого транспорта не было. И ездили все где-нибудь на задворках, в степи, на мотоциклах ездили. Но мы не выезжали на дорогу. С наступлением лет основное внимание инспекторов направлено на водителей мототранспорта. Ежедневно во время рейда в страже порядка пресекают нарушителей. Вам запрещено перевозить пассажира, так как вам даже 16 лет нету. Понял, хорошо. Хорошо? Так родители сюда вызовите сейчас? Хорошо. Большинство юных водителей не знают элементарных правил дорожного движения, говорят полицейские. Их транспортное средство, имеющее незначительную кубатуру двигателя, пока приравнивается к велосипеду. Водительских прав не требуют, поэтому нарушать правила дорожного движения они продолжают. Только с начала года в регионе произошло 9 ДТП с участием эпидистов, где погиб несовершеннолетний, 10 человек пострадали. 90-е уже с началом сезона у нас привлечено к адмотвестности. Участники дорожного движения имеются, это взрослые есть и несовершеннолетние. Есть солидарная ответственность родителей за неисполнение и воспитание детей. Здесь хотелось бы отметить, что любое нарушение может повлечь за собой тяжкие последствия. Вот это мы должны понимать. Когда, можно сказать, покупать детям вот эти электросамокаты, чтобы они знали, что это источник опасности. Последствия действительно тяжелые. Ежедневно в отделение детской травматологии поступает до 80 детей с различными травмами и ушибами. Серьезные телесные повреждения несовершеннолетний получает при падении с двухколесного транспорта. Соответственно, раз ребенок падает, это сотрясение головного мозга, ушибы, кровоизлияние, гематомы, эпидуральные, субдуральные гематомы, которые требуют оперативного вмешательства. Каждый день видим, очень много поступает такие дети. Спрашиваем, ну, ребенок сейчас, нынешнее время, современный мир, все хотят, ребенок хочет, увидел у кого-то, у друга, тоже хочет. Нередко юные пациенты получают серьезные травмы позвоночника, тазобедренных костей, а это, в свою очередь, может привести к инвалидности, говорят врачи.